Доброе утро! Мы идем в садик, ведем нашу принцессу. Ну, идем уже, идем. Так, Розалийка наша вернулась в садик. Сегодня ходила первый день. И смотрите, что они там делали сегодня. Носочек Бифаны, полный подарков. Кстати, у меня было видео, фразы, которые пишут друг другу итальянцы на День Святой Эпифанини, День Бифаны. Я оставлю ссылочку. Так, а сейчас мне надо пристегнуться, потому что машина возмущается. Так, контроль, ребят. Контролируем с вами, как там моречка без нас. А то я уже неделю тут у него не была. Упс, а моречка-то на месте, на месте, смотрите. Красивая, спокойная. Мы отправляемся сейчас обедать. Смотрите, что я сегодня приготовила. Это салат из осьминога. Очень вкусный. Ням-ням. Бон аппетит. А на первое, смотрите, вот такая вот паста сан-джованином. С помидорами. Обожаю. Ребят, доброе утро. Я пришла на рынок. Все еще продают соленые бакалай и мерлуцу. Мерлуца это хек на наш. Видите? Цены от 7 до 13 евро. Как обычно, я беру гречку и паве я взяла. Здесь можно также взять разные орехи и маринады. Показываю немножко цены. Мандурли. Мандурли это миндаль. 9-10 евро. От 8 до 10, вернее. Это лущины. А с кожурой 7 евро. Также сегодня предлагали. Вот они. Корчофи. Но я вчера готовила корчофи. Корчофи это артишоки. Продавец говорит, свежие. Только вот вчера вечером срезали. 10 корчофи будет 4 евро. 10 артишоков таких. Ну и, конечно, помидоры сухие. Это обязательно. На каждой точке с продуктами здесь вы найдете. И тарали. Видите? Такие баранки длинные. Большими буквами написано раппы из фазана. Те самые раппы, которые я часто готовлю. Чим эти раппы. У меня есть несколько рецептов на канале с рецептами. На рынке у нас много точек с пижамами. Сейчас, видите, много меховых пижамок. Тепленьких таких. Совместных, раздельных. Для детей, для взрослых. Это очень востребованная вещь здесь, в Италии, зимой. Особенно на юге, где у нас с отоплением тут проблемы. Топят мало. Поэтому в доме очень холодно. Особенно по ночам. Видите? Такие вот пижамки тепленькие надевают. Точка с пальто и с шубками искусственными. Я как-то снимала тут искусственные шубы. А мне написали в комментариях, что таких уродливых шубок не видела ни разу в жизни. Но я прошла, вот там розовое пальтишко потрогала. На ощупь, конечно, синтетика не понравилась мне. Поэтому я ухожу отсюда. Остановилась я, ребята. Хочу взять кусок ткани для того, чтобы пошить на диван такую накидочку. Вот как раз женщина смотрит. Такую ткань, которую я выбрала. Так, мне отмерили 5 метров. Надеюсь, что мне хватит на диван. Если не хватит, придется еще докупать. Ткани разные для всяких домашних. Рукоделие домашнего. Я сделала кусочек ткани для того, чтобы сделать накидку на диван. Посмотрим, или сама справлюсь. Если справлюсь, сама сделаю видео. Если не справлюсь, то отнесу в ателье. Мне сделают. Я сейчас сделала кусочек ткани для того, чтобы сделать накидку на диван. Посмотрим, или сама справлюсь. Если справлюсь, сама сделаю видео. Если не справлюсь, то отнесу в ателье. Мне сделают. Комплекты висят. Вот такие брючки трикотажные по 10 евро. Вот они. Как раз женщина смотрит. То есть, вверх 10 и низ 10. Дома просто великолепно. Я ушла уже с рынка. Нагребла. Иду в машину. Хочу показать вам просто, какая сегодня погода. Смотрите. Не облачко, а солнышко. Красотища. 9 градусов. Конечно, в тенечке так немножечко. Ветерок свежий. Но на солнце очень даже классно. Для середины января. Обалденная погода. Смотрите, котик сидит. Ай, сбежал. Убежал. Ну, Розарийка, что будем делать? Давай туалеры. Туалеры. Будем елочку собирать, да? Да. Ты мне поможешь? Да. Хорошо. Подожди, Заяц. Я отключу сначала... Отключу я вот это все. Хозяйство. Так. Все. Можно собирать. Давай. За работу. У нас елка стояла в этом году до 23 января. Это, конечно, очень много. Для Италии. Ну, вот. Убираем. Не, Розарийка, туда шарики положим, а бусинки положим в другую коробочку. Хорошо? В отдельную. У меня еще вот столько бусинок было, которые мы даже не использовали. Я тоже хотела. Ну, что ты хотела играть? Давай сюда откладывай бусинки, окей? Клади сюда. Неси. Давай бусинки. Давай, давай, давай. Давай сюда их внутрь. Забираешь? Ну, давай. Я хочу заиграть. Хорошо. Ты будешь играть, а я буду собирать. Договорились. Музыка. 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 Чао-чао, елочка, до следующего года! Ребят, доброе утро! У нас сегодня 6 градусов, дождик идет, вы знаете, это так холодно! Я вот сейчас вышла во двор, и я уже отвыкла от такого холода, на самом деле. У нас обычно тут тепло все время, но сегодня вот так вот. Это только конец января. Интересно, а что у нас в феврале будет? В феврале может быть еще холоднее. Ребятки, резко у нас потемнело, вот, и град пошел. Правда, тут же он и растаял весь. Не то снег, не то град, но холодно, на самом деле, очень холодно сегодня. Кстати, у нас сегодня очень холодно, поэтому в гараже мы разожгли огонь. У нас такой камин в гараже, видите, он немножечко согревает. Мужчины будут делать на огне барбекю, мяско. А я приготовлю сугетто, красный такой томатный соус. И будем его есть со свежими ракетами. Ракетты, это местная типичная паста. Стою я и смотрю, думаю, в чем же этот кусок мяса. И решила, что, наверное, он в перце. Рейджина Динорча. Я вот такой ни разу не брала. И смотрю и думаю, надо, наверное, взять сейчас попробовать. Ребяточки, привет! Мы приехали в Леруа Мерлен. Мне нужен ковер. Так, я уже насмотрела дома по интернету. Сейчас хочу его пощупать и проверить, есть он тут, нет он. Такие коврики для дома на входную группу. По 6,90, видите? Но мне не такой надо. Так, это не то, это не то. Я хочу ковер в зал. Розалика, идем посмотрим? Так, я смотрела вот этот вариант. Но что-то мне как-то, вот не знаю, вот этот искусственный ворс, мне кажется, он будет все скатываться. Давай еще смотреть, Розалика. Я вообще смотрела еще синенький, хотела синенький. Не вижу его пока. Я хочу или серый, или синий, или такой, ну, натуральный, типа как бежево-коричневый. Так, это не то. Это все не то. Я не могу найти свой ковер, ребятки. Мне еще светлые нравятся. Знаете, такое что-нибудь светло-серое, светло-бежевое. Но я понимаю, что это будет у меня моментально превратиться в такой. Что-то не очень мне нравится качество этой ПППК. Ну, давай разберемся сначала с моим ковром. Так, дочурка. Так, пока не вижу. Так, и это я смотрела дома. Это все не то. Вот это, мама. Красиво. Какой красивый. Вот это. С красными кубиками? Да. Вот этот? Вот этот вот? Нет, вот этот. Ну, Розалей говорит, что это красиво, видите? Ну, наверное, до Тетрис это. Такое ничего на ощупь. Этот серенький мне тоже нравится. Все мно-серый, видите, вверху висит. Роза, иди сюда. Ну, какой-то совсем он тонкий, если честно. Видите, тоненький. Какой-то тонковатый. Ну что, не было ковра. Его нужно онлайн заказывать. А я и хотела его как раз, ну, потрогать. Хотела живьем посмотреть, как он выглядит. Не получилось. Смотрите, какое зеркало. В Дожде Роза. О, 300 евро. Смотрите, какие лампы. Изогнутые разными, самыми разными формами. Друзья, мы ездим по магазинам. Вот приехали еще в один. Я все смотрю ковер. Скоро зайдем. И я надеюсь, что я его куплю наконец-то. Сегодня, кстати, понедельник. И мы вот приехали в магазин с вещами. Заходили, смотрели ВВС, Тераново. В 9 утра они только открылись. Там не было никого. Никого. Мы без дочек одни. Поэтому очень быстро все купили. И сейчас у нас еще есть время зайти посмотреть этот мой ковер. Я уже задурила всем голову с этим ковром. Потому что никак не могу решить, какой же мне все-таки нужен. Добралась девчонки, мальчишки. Встаю. Кстати, это тоже ничего такое, видите? Афина. Афина. Такая вязка на нем. Интересная. Ну вот разберись тут без специалиста. Все накидано, лишь бы как. Вот почему я и хотела его потрогать, а не заказывать онлайн. Потому что на картинке одно, а в итоге ты можешь увидеть совсем другое. Совсем другую толщину и фактуру. В общем, этот быстро вымазывается. Мы решили его не брать. Видите, он внизу какой черный весь. Серого посмотреть не было. Поэтому мы сейчас рассматриваем все. Вот этот очень классный виртуоз. Но он подороже немножко. Ну, очень приятный на ощупь. Сейчас посмотрим. И понравились мне вот такие вот. Типа из войлока. Коврики. Короче, здесь много классных ковров. Мизон Дюмонда. И мебель тоже мне здесь все нравится. Мне нравится все. В этом магазинчике. Так, здесь такие коврики тоненькие всякие. Видите? Все приятно. Все хочется трогать. Такое все очень тактильное. У нас очередной магазин. Мы никак не договоримся про ковер. Никак не выберем. Такой, чтобы всем нравился. И мне, и мужу. Я хочу ковер. Я начинаю злиться. Смотрите, как температура меряется. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова